Всем привет! Сегодня я решил рассказать о стиральной машине LG. Купил ее 2 января, фактически после новогодних праздников сразу. Купил в Эльдорадо, это был витринный образец. Ну и возник ряд насчет нюансов с этой машинкой, но обо всем по порядку. Машинка LG, загрузка 7 кг, полностью сенсорное управление, в этом, кстати, основная проблема этой машинки. Во-первых, вот эту кнопку включения можно случайно задеть, то есть если вы пока еще как-то подойдете, прислонитесь, то кнопка может сработать. При этом тут есть встроенная блокировка, то есть вот эти две кнопки, если нажать, подержать, он должен, по идее, заблокировать сенсорную панель. Но он блокирует все кнопки, кроме кнопки включения. То есть все равно ее можно будет включить или выключить. И плюс со временем в этой сенсорной панели возникает проблема. То есть, если здесь вот так вот посмотреть сбоку, между лотком для порошка и вот этой вот передней панели, есть небольшая как-то щель вот тут. Вот. Соответственно, сюда каким-то образом попадает влага и попадает в саму сенсорную панель. И со временем вот эта кнопка включения либо вообще перестает работать, либо постоянно включена. То есть при подключении машин к сети 220 она сразу включается автоматически. И невозможно ее отключить. В интернете есть ролик на эту тему. Мастер предлагает сразу при покупке, либо там через какое-то время, пройтись, то есть снять вот переднюю панель сенсорную и загерметизировать ее, чтобы в дальнейшем не было проблем. Вот. То есть, как бы мы это уже сделали. Вот. А при этом сама система управления, то есть плата системная, она находится вот за этой панелью. То есть, не с этой, как бы, ну, не с наружной стороны, а с внутренней стороны машинки. То есть, уже вот после вот этой вот передней панели. И она там полностью залита гелем. То есть, там не должно быть проблем с водой, с попаданием воды. Значит, это первый нюанс по сенсорной панели. Вот. Значит, второй нюанс – это витринный образец, так называемый. То есть, сейчас LG перестала производить свою технику в России. То есть, я так понял, завод LG закрыл. Это машинка российской сборки. Соответственно, это был, как бы, последний, из последней партии уже витринный образец. То есть, так, цена у него без скидки была 60 тысяч рублей. Ну, и скидка за витринный образец 20 тысяч. То есть, итоговая цена 40. Значит, какие были дефекты? Из того, что было видно сразу в магазине, сбоку вот тут вот такая царапина, ее, наверное, не видно будет на камеру. То есть, как бы, вот эта царапина, плюс сбоку какие-то потертости небольшие, там, или вмятинки. Ну, как бы, это незначительная проблема, скажем так. Основная проблема случилась уже с ней после доставки. То есть, у нее не было заводской упаковки, ее просто обернули в пленку. Вот. И после того, как ее привезли, то есть, я так, ну, скажем так, не тщательно осмотрел ее, вот, визуально. И сначала ничего не понял. То есть, а потом, значит, я открыл люк. Люк увидел, что вот эта вот резинка, барабан, она как-то вот, ну, перекошена. То есть, она топорщится, как-то вот изогнута вот так вот. Я потом вставлю видео, посмотрите. Ну, тут я начал, как бы, ну, то есть, испугался, думал, что за проблема такая. То есть, барабанка криво стоит, или резинка на морозе, может быть, как-то деформировалась. Вот, начал внимательно смотреть, и обнаружил, что вот эти монтажные болты, так называемые, сзади, здесь их четыре штуки было. Два из них по правой стороне просто, ну, погнуты пополам и торчат из машинки, то есть, ну, неправильно торчат. Они должны быть заглублены, они прямо вытащились, ну, высунулись, и, как бы, под углом, ну, с раскрошенным, как бы, даже пластмассом вокруг. Там такая втулка пластмассовая, значит, тоже фотку я вставлю в видео, посмотрите, значит. При этом в акте, который, ну, то есть, когда приезжает QR-доставки, льдорадо, было отмечено, что никаких претензий покупатель не имеет, соответственно, что-то предъявить магазину невозможно, потому что они апеллируют к тому, что, ну, как бы, вы осмотрели, никаких претензий не выразили, или, соответственно, вы каким-то образом сами могли ее повредить уже дома непосредственно, вот. Поэтому внимательнее нужно осматривать технику при получении, то есть, их не курьеры, вот эти, у них в данном случае был ПЭК, курьерская служба ПЭК, ну, точнее, транспортная компания ПЭК, они, как бы, могут повредить технику. При этом даже не важно, если бы она была в заводской упаковке, то болты все равно бы погнулись. То есть, если машинку уронить с какой-то определенной высоты, то вот этот барабан, он, получается, как бы, с грузами. То есть, он висит на пружинах, и у него есть специальные балансированные грузы, такие камни. То есть, при, как сказать, ударе, при падении, по идее, вот эти болты транспортировочные должны на себя брать нагрузку, чтобы барабан не сорвало с крепления амортизатора, и он не пробил стенку. То есть, в данном случае, что произошло? Машинку уронили на заднюю стенку, и она ушла, как бы, вправо сюда. И получилось так, что погнуто были два правых болта, то есть, верхний и нижний. И она, ну, буквально, там, 3-4 миллиметра не дошла до стенки, то есть, до боковой стенки. Но при этом задняя часть, где, собственно, самая главная деталь, это машинка, электродвигатель, она немножко замяла так называемую эту заднюю крышку. вот эту вот. То есть, сзади есть такая крышка, через которую можно получить доступ к двигателю. То есть, там на 4-х саморезах она откручивается и снимается. Вот. И снаружи там этого не было видно, что какие-то проблемы, то есть, при внешнем усмотре, если не знать, как должны выглядеть монтажные болты, и как вот, ну, грубо говоря, изнутри, если ты не открыл крышку, не посмотрел, то ты не увидел, что двигатель как-то там сместился и замял крышку. То есть, фотку я тоже потом вставлю. Посмотрите, как эта крышка выглядела изнутри. Там такая, как бы, засечка. Ну, вмятина небольшая и засечка. Вот, значит, после обнаружения всех этих проблем мы полностью, значит, что сделали. Забрали машину, посмотрели, целы ли вообще там все эти провода и остальные все элементы, узлы. То есть, визуально все было на месте и было принято решение, что ладно, случилась такая неприятность, попробуем все-таки запустить машинку, вдруг она заработает. Соответственно, выключили транспортировочные болты, ну и запустили режим отжима. То есть, машинка заработала, вроде бы как никаких проблем с ней пока нет. То есть, уже сколько там прошло, 15 с лишним дней, вроде все работает. Но есть некоторые нюансы. То есть, в сравнении с предыдущей машинкой есть конструктивные особенности, скорее всего, это связано с тем, что после 2008 года как автомобили, так и вообще вся техника стала производиться по другим принципам. И, ну, как бы, степень надежности уменьшили за счет экономии на материалах. Значит, в данной конкретной машине как это можно посмотреть, убедиться? Современные автолюбители, ну, как бы, некоторые жалуются, что качество металла на современных машинах очень странное, низкое. То есть, можно вот так вот подойти и пальцем промять кузов. По крайней мере, вот у меня был Duster 2012 года на Nissan X-Trail после, там, 17-го, по-моему, или какого года, вот новый кузов. Там у них металл такой, что можно пальцем промять. И здесь тоже такая же ситуация. То есть, я вот, сейчас вы не знаю, слышите, нет? Нажимаю пальцем, стенка боковая проминается и что-то щелкает. Так вот, в чем проблема? При некоторых режимах работы стиральной машины вот это, как бы, щелканье и слышно. То есть, барабан вращается, там, при стирке влево-вправо. Создается такой раскачивающий эффект маятника и корпус начинает играть, деформироваться. То есть, машинка у нас выставлена по уровню, как бы, все, ну, не должно быть никаких проблем. При этом, какие-то щелчки постоянно раздаются, когда вот чуть-чуть деформируешь корпус. Значит, особо сильно это заметно именно с левой стороны почему-то. То есть, она прям очень сильно деформируется. То есть, как бы, проминается вот очень сильно. Я потом на старой машинке Electrolux покажу, как там. То есть, там, в принципе, стенка намного толще и деформируйте ее невозможно. Там, любым усилием руки. Вот. Еще, как бы, нюансы. Значит, внешний вид. Ну, как бы, выглядит, конечно, опять, классно. Такая серебристая, глянцевая, но, не знаю, видно будет, нет. То есть, на ней видно, как отпечатки, так и мелкие фрагменты пыли. И вообще, то есть, любая грязь на ней сразу видна. То есть, как бы, ее нужно постоянно как-то протирать, я не знаю, то есть, за ней ухаживать, чтобы она выглядела опрятно. Потому что, ну, как сенсор на экран у телефона, очень быстро заляпывается. Еще пару нюансов по поводу обслуживания. Тут есть такая специальная наклейка. Вот. Значит, по поводу после стирки, что нужно сделать. То есть, и как вообще стирать, какие вещи. То есть, какие-то такие мелкие вещи, в сетке стирать, убирать железные элементы, ну, то есть, чтобы там ни ключей не было, у вас в карманах, ничего такого. На мой взгляд, самое важное, это вот эта вот картинка верхняя, по поводу чистки после стирки, то есть, удаления влаги. Здесь уже идет резинка современного типа. То есть, она такая, как бы, ну, что ли, треугольная форма. То есть, беспотая. Вот на старой машинке я покажу, то есть, как там сделано. Там, как бы, заходит вовнутрь еще потом так чуть-чуть резинкой, и там с удалением влаги возникают проблемы. Вот. Но эту тоже резинку нужно тщательно протирать, чтобы не было потом проблем. Проблем с плесенью. Значит, на старой машинке я покажу, где живет плесень. То есть, машинка, в принципе, старая, отработала 15 лет. Но, как бы, причина, почему куплена была новая, это потому, что вот как плесень, невозможно никаким образом удалить из резинки и из других элементов. Вот. Сейчас я вам покажу, на старой машинке, как это выглядит. Ну, собственно, вот эта старая, предыдущая машинка, Electrolux. Примерно 15 лет ей. За это время, она несколько раз ремонтировалась. То есть, где-то 2 года назад менялся подшипник барабана и сальник барабана. Где-то 3 года назад менялась помпа от качки воды. Несколько раз менялись амортизаторы барабана, которые, значит, сейчас, кстати, стоят неправильные амортизаторы, поэтому при отжиме машинка очень сильно гудит, вибрация, и она как бы подпрыгивает. До этого мы покупали амортизаторы, то есть, мы сняли старые и поехали в сервисный центр, и нам прям один в один дали амортизаторы. В этот раз я как бы покупал амортизаторы через интернет-магазин Park Direct, и там просто по названию модели визуально похожие подобрал, но по факту там на каждом амортизаторе есть свой допуск. В нанометрах, или точнее в ньютонах указана жесткость амортизатора. Если поставить слишком жесткий, то будет как вот в этом. Сейчас я даже рукой не могу прожать этот барабан, то есть, он слишком жесткий амортизатор для этой машинки, для этой модели. То есть, она, по-моему, 3,5-4,5 кг загрузки. А вот LG как бы у нее 7. Значит, какие проблемы у этой стиральной машины? Почему было принято решение купить многое? Самая проблема в резинке барабана. То есть, многие как бы протирают резинку внизу и думают, что, ну, как бы этого достаточно. Но на самом деле это недостаточно. Вот видите, да? То есть, это чуть-чуть повыше, если так резинку задрать, то есть, вот она как бы в потайке. Если вот так сильно не отгибать протирать ее тщательно, то появляется плесень, от которой потом невозможно избавиться. То есть, вот этот грибок черный, он, в принципе, не устраняется ничем, ни специальными средствами против плесени, ни уксусом, ни содой, ни лимонной кислотой, ни, в общем, все средства, которые в интернете рекомендуют, используют, попробовали, ничего этот грибок не берет. Поэтому сразу, как бы, если вы покупаете новую машинку, то после стирки смотрите, то есть, чтобы не было влаги на вот этой резинке. И дверцу нужно открывать, чтобы она прям очень долго была проветриваемая, чтобы все внутри высохло. То же самое касается лотка для порошка. То есть, некоторые вообще этим пренебрегают. Вот, смотрите, то есть, сверху вот эти сопла, через которые вода поступает в контейнер, чтобы порошок смыть и подать. То есть, если вот здесь не протирать тряпкой сверху, как некоторые делают, контейнер выдвинут, и он у них просто торчит, не снимает и внутренне не протирает, то потом, со временем, появляется плесень. То есть, она на элементах, через которые вода поступает, вот она в самом углу. То есть, сверху это даже не столько плесень, сколько отложения, как сказать, от воды, типа накипи, что-то такое, камень какой-то. А вот это именно черная, это плесень в углу. То есть, там никто никогда ничего не протирал, не сушил. Вот, поэтому здесь образовалась плесень. Значит, по конструктивным, значит, каким отличиям у этой машинки, значит, здесь все механическое управление. Вот, но в последнее время стали возникают тоже проблемы с переключателем режимов стирки. То есть, ты как бы переключил, а здесь программа должна появиться. И вот она как бы стала там несколько секунд подтормаживать. ты переключил на определенную программу, а здесь она там через 2 секунды только начинает отображаться. Плюс кнопки. Некоторые кнопки, допустим, укорачивание стирки, тут есть короткий цикл, при нажатии стали как-то другие режимы еще параллельно срабатывать, которые они должны. То есть, допустим, ты ставишь короткую стирку, он там, а отжим был на 1000, он у тебя почему-то до 500 падает. Хотя он не должен. несколько раз потыкаешь, вроде как на 1000 и короткий режим срабатывает. То есть, это тоже с механическим управлением со временем возникают проблемы. а так, в целом, Электролюкс достаточно надежный, ремонтно-пригодный. В принципе, если бы можно было купить отдельно вот эту резинку, то можно было бы пользоваться дальше. Ну, за исключением того момента, что плесень тут уже как бы не истребить в контейнере и как бы с этим ничего не сделать. Но бэушные как бы резинки есть в продаже, но они тоже все с плесенью. Поэтому было принято решение просто как бы избавиться от этой машинки, потому что ну, небезопасно с плесенью иметь у себя дома технику. Так, еще забыл рассказать про вот этот вот фильтр нижний. Значит, такой лючок. Здесь стоит такой фильтр, который значит, фильтрует сливающуюся воду. То есть, если у вас вдруг какие-то мелкие частицы, там, не знаю, железо, еще чего-то, они вот здесь в фильтре застревают. Там мелкие камешки, крупные частицы ворса. И вот этот фильтр тоже нужно достаточно, ну, то есть, часто, хотя бы, не знаю, раз в месяц чистить. Здесь мы этот фильтр, как бы, ну, очень редко чистили. Он весь забился и, значит, тут тоже плесень живет своей жизнью. То есть, ее отсюда теперь никак не убрать, то есть, никак не побороться. Поэтому нужно чистить не только резинку, но и вот этот фильтр, желательно хотя бы раз в месяц. Тогда машинка намного дольше прослужит без каких-то проблем. Так, забыл еще рассказать про некоторые конструктивные проблемы. Может быть, это, конечно, касается чисто моей модели, потому что это был витрийный образец, который при доставке уронили. Но мне кажется, это вообще свойственно всем стиральным машинам, которые собираются в России и вообще. То есть, вот смотрите, сбоку вот эта передняя панель, зазор, он как бы, ну, есть, и он потом становится все больше и больше. То есть, он расширяется сверху вниз. С этой стороны такого зазора большого нету. И он как бы идет равномерно сверху вниз. Ну, то есть, это как на машинах, которые битые после аварии, появляются неправильные зазоры там у капота, у двери. То же самое у этой стиральной машинки. То есть, либо это с завода такая сборка, то есть, прям зазор внизу, там, где-то, наверное, не знаю, миллиметра три, наверное, получается щель. То есть, с этим, как бы, сделать, получается, ничего не возможно. там как-то интересно собрано, то есть, это не саморезами притягивается, а какие-то пластмассовые такие пробки. То есть, они, как бы, ну, их невозможно подтянуть, там еще там что-то закрутить, чтобы уменьшить зазор. они так собраны сами по себе. Ну, так что, при покупке, при осмотре смотрите на зазоры. Вот, ну, плюс при заставке они еще, значит, появилось дополнительное повреждение. засечка на краске, то есть, сверху, вот, и сбоку этих не было проблем в магазине. видимо, когда они уронили, они повредили вот еще вот эту часть верхнюю. То есть, тут вот тоже какой-то сколк краски рядом с наклейкой. Вот, ну, в целом, в принципе, тихо работает LG. Самый громкий режим это, наверное, забор воды, что как-то не странно. То есть, у электролюкса вода вообще бесшумно забирается, а здесь она прямо очень шумно. Ну, и АДЖИ. Сам цикл стирки, он фактически бесшумный, то есть, двигатель инверторный, то есть, он прямо на барабане, нет никаких ремней приводных, и шум, в общем, минимальный. То есть, очень классно, на самом деле, стирает. Пока что, как сказать, особых нареканий, проблем с ней нет. Ну, кроме тех нюансов, которые я уже рассказал. Так что все, всем пока. Продолжение следует...